Итак, с первым ароматом нужно убедиться, что вы выбрали правильно. Серьезно. У этой фирмы есть пять ароматов, которые выглядят одинаково, но они совершенно разные. О каком аромате идет речь? Это джентльмены EDP от Givenchy. Не запутайтесь. На всех флаконах написано «Джентльмен Дживанши». И вам нужен тот, на дне которого написано EDP. Но не потому, что другие ароматы в линейке плохие, они более свежие, они другие. Этот аромат темнее, богаче. Это теплый пудрово-амбровый аромат с оттенком ванили. Это делает его таким сексуальным, и это совершенно отсутствует в EDT. Если вы не можете найти Givenchy Gentleman EDP, попробуйте Dior Homme Intense. Он немного дороже, но очень похож на предыдущий аромат. Он впервые вышел на рынок в 2011 году. Я думаю, что это золотой стандарт для всех сексуальных ароматов, которые можно найти. В любом случае, с любым из этих ароматов вы будете пахнуть потрясающе и будете собирать комплименты. Теперь, ребята, что вообще значит для парфюма быть сексуальным? Как ваш аромат может посылать сигналы о сексуальной привлекательности? Как и большинство вещей в мире, здесь все тоже сложно устроено. Как бы нам не хотелось заполучить флакон, содержащий чистый секс, в мире не существует ни одной молекулы секс-вещества, которая делала бы одного человека привлекательным для другого. Что я хочу этим сказать? То, что вы источаете потрясающий запах, это не означает, что вам повезет. Но аромат может увеличить ваши шансы, особенно если в остальном вы на высоте. Итак, с учетом всего сказанного, следующим пунктом в нашем списке идет глубокий насыщенный аромат с нижними нотами амбре. Он существует уже более десяти лет. И это аромат The One For Men от Dolce & Gabbana. Это теплый, пряно-табачно-амбровый аромат. У него такой ароматный оттенок, и он является классическим парфюмом, который я рекомендую иметь каждому мужчине в своем шкафу. Некоторые из вас, ребята, жаловались на долговечность запаха. Если вас что-то не устраивает, покупайте EDP. Они очень похожи, только EDP немного насыщеннее, глубже и держится дольше. Вы также можете послушать, новый аромат его только что выпустили, это Intensly. Это плотный аромат, но другой. Так что обязательно понюхайте оригинал, этот немного послаще. Следующий аромат в нашем списке из Старой Гвардии, так сказать. Эти ароматы продолжают выпускать по одной простой причине, они не устаревают. Я говорю об аромате Versace Aeros от 2012 года. Недавно Versace выпустили аромат с EDP, более утонченную версию. Может быть, для парня 30 или 40 лет. Но оригинальный аромат EDT тоже можно купить. Он отлично подойдет для парня в 20 с небольшим. Также обратите внимание на Versace Aeros Flame. Стоит отметить, что покупать полный флакон этих ароматов довольно дорого, и можно ошибиться. Особенно, если вы не пробовали носить на себе ароматы хоть пару раз. Ведь после покупки он может перестать вам нравиться. Следующий пункт. Это очень распространенный аромат от Дома Диор. Наверное, вы можете уже догадаться, что это за парфюм. Но какой именно выберете вы? Ведь их масса вариантов. Если вы следили за последними новинками, вы знаете, что сейчас все только и говорят об эликсире. И это отличный выбор. Я, вероятно, мог бы включить его в свой список. Но я собираюсь поговорить об EDP. Я думаю, что когда речь заходит о Саваж, EDP – это отличный, надежный вариант. И он не так распространен, как EDT. EDT – это еще один хороший вариант. На самом деле, 80% мужчин, по крайней мере в США, не пользуются парфюмом на регулярной основе. А те, что пользуются, есть такие, которые любят Саваж. Их довольно много. Но, тем не менее, они неизменно пользуются успехом. А EDP мне нравится немного больше. Они глубже и немного насыщеннее. Они действуют не дольше, но с ними я чувствую себя немного более зрелыми, мне они нравятся больше. Но если вы решили пойти на свидание с EDT, если вы выбрали этот парфюм, который отличается не сильно, и цена которого, по-моему, немного завышена, что ж, это отличный аромат. А прохладный спрей освежает летом. Любой из этих понравится окружающим. И на это есть причина. Я думаю, что это отличные парфюмы, хотя ими пользуется большинство. Я не думаю, что это плохо, если каким-то ароматом часто пользуются многие. На самом деле, реальность такова, что им пользуются далеко не все. Ведь лишь небольшой процент мужчин вообще пользуются парфюмом, а те, кто пользуются постоянно, скорее текотеют, знаете ли, к линейке Y от Yves Saint Laurent. Здесь столько вариантов. Я собираюсь остановиться на EDP. В этой линейке они мои любимые. Эти духи самые плотные, самые богатые. Тот аромат, что вышел недавно, это Le Parfum. Но мне кажется, вы получаете в этом случае меньше за большую стоимость. Поэтому я выбираю EDP. Мне они нравятся больше. Но в любом случае, все эти ароматы понравятся окружающим. Этот парфюм отличает от других верхней ноты яблока. При этом все ароматы этой линейки свежие, легкие. Окружающие будут в восторге. Мужчинам, женщинам они понравятся. Так что не надо волноваться в виде изобилия аромата на полках магазинов. Однако, если вы хотите что-то по-настоящему нишевое и сексуальное, у меня для вас пять вариантов прямо здесь. Итак, Black Phantom от Killian. Такой парфюм для гурманов с шоколадными нотами. Прекрасный, глубокий, насыщенный аромат. Он не для всех. То же самое в случае этих ароматов, для меня сексуальных, но вы их, скорее всего, найдете более богатыми и глубокими. Для некоторых парней, особенно летом, они могут оказаться слишком доминирующими. Этот аромат точно не будет вашим первым выбором. Jet Black от Майкла Малуа. Их создал мой друг Эш в Jet Sands. Может быть, он вам знаком. Это просто прекрасный аромат. Эту его коллаборацию я считаю лучшей в этой коллекции. Exalt New E. Это выпустил Бак в Navitus Parfums. Еще один прекрасный аромат. E. Red от Parfums de Marley. Я много говорю о Карлайне, но эти входят в пятерку любимых ароматов большинства мужчин, если мы говорим о парфюме de Marley. И не зря. Он такой, немного закопченный, просто восхитительный. Далее Instant Crush от Марсера. У меня в руке Бакараруш 540, если вы знакомы с Ириана Клауд. Аромат глубокий и сладкий. Если вам нравятся сладкие ароматы, можете проверить его на себе. А как насчет дома Армани? Если мы говорим о летних ароматах, Aqua Digio находится на высоте. Особенно Profondo, Profumo являются прекрасным выбором. Но сейчас мы говорим о сексуальных ароматах. Так что нам нужно что-то более глубокое и насыщенное. Armani Coat пользуются недостаточным спросом. Новый аромат, который вышел совсем недавно, просто великолепен. Если же вам хочется чего-то сладкого, возьмите. Абсолютно тоже хороший выбор. Но если бы мне пришлось использовать один конкретный набор ароматов из дома Армани, если мы говорим о сексуальности, то технически это Эмпорио Романи. Может он по-другому воспринимается для молодых. Но я выбрал Stronger With You. Stronger With You – это прекрасный аромат. И Stronger With You Intensly – это то же самое, что в Stronger With You, только сильнее. Этого и следовало ожидать, верно? Он подороже и его сложнее найти. При этом любого из них будет достаточно. Если вы ходите по магазинам и увидели Абсолютли или Stronger With You, лично я бы выбрал более классический вариант. Не думаю, что стоит переплачивать за этот. Да, в нем больше ореховых нот, но вот этот лучше, когда речь идет о сексуальной привлекательности. Берите его. Итак, еще пара подборок от довольно известных домов и я пройдусь по более новым ароматам, потому что мне нравится сама идея того, что вы, ребята, можете найти что-то новенькое и вместе с тем сексуальное. Итак, One Million Privé. Я уже говорил о нем. Потрясающий аромат. One Million – это прекрасный и сладкий аромат от Пакарабан. Но другой мне нравится больше – это One Million Parfum. Он немного легче. Этот аромат не такой сладкий, как оригинал, поэтому я думаю, что для многих парней это будет отличное знакомство с линейкой этого парфюма. Кроме того, давайте поговорим о новом Le Parfum от Жанна Поля Готье. Этот аромат вышел недавно и, по-моему, он очень хорош. Многие говорят, что он напоминает им оригинал, только лучше. Но, по-моему, этот переиграл оригинал своей утонченной сексуальностью. Он очень сладкий, но, если вы знакомы с ароматами от Готье, этот парфюм – один из лучших, выходивших за долгое время. А что нам предложит линейка Coach? Есть в этой линейке три аромата, с которыми я знаком, и я хочу сказать, что Blue и Platinum довольно хороши. Они такие… похожи на оригинал. Если вам нужно что-то сексуальное, сладкое, невероятно универсальное, то этот аромат вам подойдет. Его можно приобрести по очень выгодной цене. А в Carolina Herrera, еще одном недооцененном доме, который производит отличные парфюмы, мой выбор падает на Privé. При этом я собираюсь добавить в коллекцию Bad Boy, его можно найти в магазине. Многие жалуются на него из-за проблем с долговечностью. Думаю, это аромат для гурманов. Если вам нужен более шоколадный аромат, который отличается от остальных, какао-бобы, шоколад. Думаю, это отличный аромат, который нравится женщинам. Женщины любят шоколад. Кому-то этот аромат может прекрасно подойти. Вы можете просто источать сексуальность. Корица, пряности и все такое прочее. Это Спайсбомб Инфраред. Спайсбомб вообще оригинал и экстрим. Это отличные ароматы. Найтвижн не настолько. Мне не нравится ни один из линейки Найтвижн. Но Инфраред мне нравится. Он недавно вышел, и вам удастся получить пробники. Наверняка, вы сможете найти его в магазинах. Итак, ребята, что я пропустил, что стоит внести в список, пишите об этом в комментариях. Мой топ-список ароматов для зимы, которые вы сможете долго носить в зимние месяцы. Такие ароматы, которые вам захочется носить, когда температура падает. А вы не собираетесь терять сексуальную привлекательность. Вот такие ароматы. Смотрите следующее видео, кликайте по нему, и вы будете в теме.